МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Опасный газ в Чебоксарах пятеро детей отравились угарным газом. Два века знаний одна из старейших школ Республики отметила 200-летний юбилей. Самые активные, трудолюбивые, энергичные в столице Чувашии подвели итоги 16-го республиканского конкурса «Женщина-лидер». Послания президента страны федеральному собранию обсуждают сейчас на всех уровнях. Напомним, что в церемонии оглашения участвовала делегация из Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Сегодня о ключевых моментах этого важного документа говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. 73 года не предел. Это касается среднего возраста, продолжительности жизни россиян на сегодняшний день. В своем послании президент России поставил четкую задачу увеличить этот показатель сначала до 76 лет, а потом к 2030 году и вовсе выйти на 80. Сейчас самый высокий показатель продолжительности жизни за 80 в Японии, в Швейцарии, в Германии, в Чувашии чуть менее 72. Глава республики отметил, что регион уже принимает меры по улучшению этого показателя. На здравоохранение из федерального бюджета выделена внушительная сумма в размере почти 18 миллиардов рублей. Эти деньги направят на ремонт детских поликлиник, на строительство новых ФАПов, на приобретение передвижных медицинских комплексов и лекарств. Еще один важный момент – борьба с бедностью, подчеркнул глава Чувашии. Задачей на предстоящие 10 лет было поставлено это обеспечение уверенного долгосрочного роста реальных доходов граждан за 6 предстоящих лет, это минимум двое снизить уровень бедности. У нас тоже есть количество бедных людей, это на уровне 20 было, сейчас где-то на уровне 18 процентов, показатели снижаются. Наша задача вместе с вами работать над этими вопросами. В ближайшие годы в детских садах появятся ясельные группы, чтобы матери, решившие продолжить работу, могли отдать ребенка раньше трехлетнего возраста. В регионе запланировано 2500 мест для таких малышей. Они будут создаваться в ныне действующих детских садах и в тех, которые построят к следующему году. Только в 2018 году Чувашия получит из федерального бюджета 819 миллионов рублей на строительство 11 дошкольных учреждений. Будут благоустраиваться города и поселки. В этом году продолжится реализация президентской программы «Безопасные и качественные дороги». И наша задача перед, прежде всего, органами местного самоуправления, перед Министерством транспорта и командой его начать работу в мае месяце. И плану, в таком режиме, к зиме все сделать и эффективно, и качественно благоустроить, отремонтировать и построить дороги, где на самом деле мы обязаны это делать. Около 270 миллионов рублей пойдут на реализацию другого приоритетного проекта – формирование комфортной городской среды. Сейчас на местах необходимо сформировать дорожные карты по каждому министерству, подчеркнул глава Чувашии. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В послании прозвучало немало конкретных цифр о дополнительном финансировании сферы образования в нашем комментарии. И самое главное направление – это обеспечение не только местами в детских садах, но в соответствии с поручением президента Российской Федерации это обеспечение местами в ясельных детских группах, для того, чтобы молодые мамы с возраста полутора лет и раньше могли выйти на работу. И вот уже вышло постановление правительства РФ о том, что Чувашская Республика дополнительное строительство яселей в этом году выделяет 819 миллионов рублей, в следующем году выделяют более 516 миллионов рублей. В целом Чувашская Республика за два года на строительство дополнительно детских садов с ясельной группой будет выделено 1 миллиард 336 миллионов рублей. В целом по Российской Федерации для обеспечения охвата доступности дошкольными образовательными услугами в возрасте от двух месяцев до трех лет за два года будет выделено порядка 49 миллиардов рублей. Это, наверное, позволит нашим молодым мамам, у которых будет рождаться второй, третий ребенок, не находиться в семье, а при достижении полутора лет выходить на работу. Миллиард 300 миллионов рублей получит Чуваша на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Освоить эти средства Республике нужно будет за два ближайших года. Деньги выделят по федеральной программе развития образования. Об этих и других вопросах говорили на очередном заседании в столичной администрации. Проблемы с очередями в детские сады в регионе решится уже совсем скоро. Средства позволят создать в Республике более двух тысяч новых мест для детей от двух до трех лет. Планируется построить восемь детских садов на 1680 мест. Все это позволит снять напряженность местами в детские сады, даст возможность молодым мамам раньше выйти на работу и избавит семьи от возможных материальных сложностей. Наибольшей степени готовности у нас проекты в районах Новый город, Радужный и в поселке Сосновка. По остальным проектам работы продолжаются. Проектные работы планируем завершить в мае месяце. Кроме того, в 2018 году в городе Чебоксар в рамках реализации федеральной целевой программы жилища начнется строительство двух новых дошкольных образовательных учреждений. Это детский сад в микро районе Новый город на 160 мест и детский сад в микро районе Солиной на 220 мест. Открытие ясельных групп – одна из задач, поставленная президентом страны. В России к 2020 году для малышей должны появиться больше 300 тысяч мест в детсадах. На сегодняшний момент только в столице республики в детских садах нуждаются 17,5 тысяч ребят. Из них 9 тысяч в возрасте от 1,5 до 3 лет. В настоящее время запущен онлайн-опрос родительской общественности в социальных сетях с целью изучения мнения родителей, с какого возраста они готовы направить детей в детские сады. В голосовании на сегодняшний момент приняло участие 817 человек. И опрос показывает, что родители не готовы отправлять детей в возрасте младше полутора лет. Ну и с родителями нужно будет работать. Все-таки вопрос обозначен для создания мест детям в возрасте от 2 до 3 месяцев. Чтобы такие возможности у нас тоже были. Это количество родителей может быть и небольшое, но тем не менее вы в своей работе, в своей программе учтите эти пожелания. Понял. Но в ближайшее время план утвердим и начнем работать. В многоквартирных домах города Чебоксары продолжается замена лифтов. Всего за последние 7 лет было заменено около 180 подъемников на общую сумму более 200 миллионов рублей. На 2018 год запланирован ремонт трех лифтов в доме 18, корпус 2 по проспекту 9-й пятилетки. Стоимость составляет 1,7 миллионов рублей. В настоящее время подрядчик определен. Завершение работы ожидаем до 15 мая. Максимальная стоимость замены одного лифта составит около полутора миллиона рублей. Сегодня в городе у 220 лифтов вышел срок эксплуатации. Им уже больше 35 лет. По словам директора управления жилищным фондом города, за ближайшие три года эти старые подъемники будут полностью обновлены. Рифат Фадкулин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Растут доходы, сокращаются долги, снижается уровень безработицы. Подробную дорожную карту главе республики сегодня представили власти Яльчикского района. У муниципалитета немало сильных сторон, но есть и нерешенные вопросы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Главу региона во дворце культуры села Яльчики встречала дружная команда волонтеров и кадет. Михаил Игнатьев отметил, что у ребят есть все шансы стать воспитанниками учебного корпуса имени Кочетова. Его строительство ведется по графику и уже в сентябре прозвенит первый звонок. Молодежь постарше сегодня получила свидетельства, которые подтверждают их право на стипендии главы республики. Итоги развития муниципалитета обсуждали в расширенном составе с местными депутатами, руководителями предприятий и аграриями. Доброе слово в адрес сельхозтоваропроизводителей сказал Михаил Игнатьев. В районе увеличились объемы выпуска продукции. В Яльчиках не допустили и снижения закупочных цен на молоко. В Яльском районе все сборщики молока не снижали цену ниже 15 рублей. В отдельных районах там 13 рублей, 14 рублей. Еще одна сильная сторона муниципалитета – увеличение товарооборота в рознице. Конкурентная среда создана и в районном центре, и на территории сельских поселений, и у людей есть право в выборах. Республиканскую власть настораживают демографические показатели. Смертность в муниципалитете сейчас превышает рождаемость. В сфере медицины района остро стоит и кадровый вопрос. У нас сейчас потребность в земском фельдшере, то есть один человек, одну физику, физлицу нам нужно. По врачебным амбулаториям. Врачебная амбулатория у нас 7 с кабинетами врача был. Я была на ярмарке вакансии, когда устроила медучащие в Чебоксарах. Но к нам обещали двое девочек приехать. Президент России принял тоже болевое решение, и этого тоже никогда не было. Доходы муниципалитета должны постоянно увеличиваться. Резерв пополнения бюджета, своевременная плата за аренду земельных участков и борьба с неформальной занятостью. На территории района 3262 жителей не осуществляют деятельность именно в районе. Район мог получить дополнительно 31 миллион рублей. Перспективы развития муниципалитета с его руководителями Михаил Игнатьев обсудил на рабочей встрече. До конца этого года властям района предстоит реализовать 15 приоритетных программ. Продолжится модернизация клубов, строительство ФАПов и ремонт дорог. Необходимая сумма в бюджете уже заложена. Дмитрий Ковалев и Денис Ноздрюхин. Республика. Чрезвычайные происшествия. В Чебоксарах пятеро детей от 9 до 16 лет отравились угарным газом. Их доставили в больницу. Сейчас угрозы для жизни нет. Дети вместе с своими родителями находились в квартире одного из домов по улице Мичмана Павлова. Делом занимается Следственный комитет. Около двух часов ночи 5 марта в правоохранительные органы города Чебоксара поступило сообщение об отравлении угарным газом в одной из квартир по улице Мичмана Павлова пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет, которые накануне вечером легли спать в одной комнате. Они были незамедлительно госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Почувашской республики организовано проведение доследственной проверки. Со слов родителей госпитализированных, которые находились в другой комнате, запахов газа в квартире не ощущалось. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в квартире установлена газовая колонка. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение Чебоксар для оказания медицинской помощи. Прибывшие сотрудники газовой службы установили на газовой колонке заглушки. По предварительным данным, причиной случившегося стали продукты неполного сгорания газов газовой колонки, расположенные на кухне. В ходе ее осмотра было выявлено, что ее дымоход не был закреплен, находился в свободном состоянии и в месте стыковки со стеной имелись щели, а также имелась обратная тяга. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, а также прямые и косвенные причины, этому способствовавшие. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц управляющей компании, а также сотрудников газовой службы, обслуживающих газовое оборудование, поскольку имеется сведения о том, что последний раз проверка газовой колонки производилась в феврале этого года. В ход проверки поставлен на личный контроль руководителя следственного управления. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Одна из старейших школ Республики Марпасадская гимназия номер один отметила 200-летний юбилей. С праздником педагогов и учеников поздравил и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Робота-пятиминутку третьеклассник Ваня Андреев собрал всего за одно занятие. Андроид умеет ездить в разные стороны, передвигаться и поднимать предметы. Поскольку мне еще нельзя такими тяжелыми платами заниматься, я занимаюсь тут безопасными платами. Я бы хотела сделать космолет, который ездит. Он не летает, но будет очень сильно похож. Кружок робототехники, шахмат, студия видеомонтажа и класс хореографии. Ребенок в школе развивается всесторонне. Гимназия – пилотная площадка для реализации российских и республиканских проектов. Наша школа шагает в ногу с современностью. Мы применяем на уроках разные методики, технологии. Мы стараемся. Новые технологии в новых кабинетах. В гимназии сделали ремонт, построили еще один учебный корпус. Ребята учатся в просторных классах, где есть все необходимое оборудование. В этом убедился глава республики. Здравствуйте, гимназисты вам в районе. Здравствуйте. Поздравляю вас с днем рождения гимназии. За два века из стен школы вышло немало выдающихся выпускников. Среди них композитор и пианист Андрей Эшпай. Глава Чувашию подчеркнул, гимназия закладывает крепкий фундамент для дальнейшего развития личности. С учетом полученных знаний в этой общеобразовательной школе, с учетом достойного воспитания, выпускники с честью и достоинством выполняют свои прямые обязанности. В свой юбилей гимназия получила почетную грамоту за вклад в развитие образования. А педагоги – почетные звания и благодарности. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах стартовал так называемый воркшоп по проектированию набережной. Местные архитекторы и горожане под руководством специалистов из Москвы всю эту неделю будут работать над проектом ее благоустройства. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Услышала по телевизору и в свой выходной решила поучаствовать в проектировании набережной. Просто ей не все равно, рассказывает Галина Григорьевна. Набережная в прошлом году была сделана очень красиво. Люди это оценили. Там можно гулять, там можно отдыхать с семьей. Я, например, очень боюсь, что могут построить объект капитального строительства. Типа центр развлечений, фитнес или еще что-нибудь. Таких же неравнодушных горожан в зале больше трети. Организаторы пригласили их, чтобы послушать идеи и пожелания. Невозможно спуститься к набережной. Это очень крутой спуск. Он реально проходит в лесу. Очень тяжело спускаться и очень тяжело подниматься обратно с детьми. У меня ожидание одно. Чтобы у нашей набережной была национальная идентика. Что мы вы видели, что мы живем Чувашей. Что мы отличались от других набережных. Волгограда, Нижнего и так далее. Тех, кто готов не только высказать предложение, но и поучаствовать в проектировании вместе со специалистами. Организаторы разбивают произвольно на семь групп. Первая задача – учесть интересы всех категорий населения. У одного из столов вместе с молодыми специалистами и студентами обнаруживаем заместителя министра строительства республики. Он особенно переживает за категорию родителей с маленькими детьми. Хочется связок с верхней набережной для того, чтобы машину оставить наверху, спуститься вниз, погулять. Потому что сейчас это получается очень неудобная логистика. Нужно машину оставить где-то в районе мужского монастыря. Парковки там нет. Соответственно, пойти пешком несколько километров в одну сторону, несколько километров в другую сторону. Но с маленьким ребенком это не очень. Второй этап. Непосредственно проектирование началось сегодня. В Чуваш Граждан проекте сейчас сзади меня работает она из групп. Давайте попробуем узнать у ребят, чем сейчас они занимаются. Мы сейчас практически на середине этого проектирования. Акцент мы, как всегда, сделали на пожеланиях горожан. К примеру? К примеру, можно сказать, что это участки статичного отдыха, такие как амфитеатры. Также мы решили использовать активность давать диету, изводные такси. Работать в таком режиме с 10 утра и до 8 вечера участники воркшопа будут всю неделю. А 10 марта в 17.00 в Большом зале администрации они представят свои проекты на суд публики. Финальная концепция ляжет в основу разработки рабочей документации. А значит, воплощение ее в жизнь. Самые активные, трудолюбивые и энергичные представительницы прекрасного пола собрались в минувшие выходные в театре оперы и балета. Там подвели итоги 16-го республиканского конкурса «Женщина-лидер». Красивые укладки, вечерние платья и море цветов в преддверии Международного женского дня честовали лучших управленцев. В этом году лидеров выбирали по четырем номинациям. Женщина – лучший руководитель года, лучший молодой руководитель, сельская женщина-предприниматель и семейное дело. Для меня высокая честь вместе с вами подвести вот эти итоги. Конечно, в любом конкурсе побеждают самые сильные, талантливые, целеустремленные участники. И все те участники, которые участвовали на районном уровне, на уровне сельского поселения, на уровне трудовых коллективов, тоже являются победителями. Но им есть куда стремиться. И я рассчитываю, что в следующем году, в последующие годы у нас чемпионов будут больше. Сильный профессионал и человек, знающий, что такое справедливость, добро и честь, такой видит лидера одна из участниц конкурса Луиза Иванова. Она 15 лет проработала в школе и на собственном опыте знает, как важны эти качества. Кстати, Луиза Иванова участвует в конкурсе не в первый раз. В 2006 году она уже побеждала в номинации «Сердце отдаю». А сейчас стала лучшим руководителем года. Я очень сильно волнуюсь. Не ожидала, что я получу в этот раз первое место. Конечно, мне очень приятно, очень так почетно получать первое место в этом замечательном, таком престижном конкурсе. Конечно, это не только заслуга руководителя, это прежде всего заслуга всего нашего школьного коллектива. Это и педагогов, и обучающихся, и их родителей. Победительницей в номинации «Сельская женщина-предприниматель» стала Татьяна Абаськина, специалист хлебопечения. Лучшим молодым руководителем признали профессионала в области бухгалтерского учета Ольгу Виссарионову. А индивидуальный предприниматель Ядринского района Надежда Ергонина стала лучшей в номинации «Семейное дело». Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, «Республика». Настоящий праздник музыки устроил в Чебоксарах знаменитый хор турецкого. В преддверии 8 марта мужчины признались в любви всем женщинам республики. Программа так и называлась «Вам, любимые». Хор выступил в неизменном составе. Песни народов мира, эстрады и классика, оперы, мюзиклы, религиозные песнопения. Нет такого жанра, который бы не смог исполнить хор. Дирижировал всем этим великолепием Михаил Турецкий. Этот коллектив называют рекордсменами популярности. За 25 лет более 5000 выходов на сцену и 3 миллиона километров пройденного пути. В хоре турецкого собраны уникальные голоса. От самого высокого тенера Альтина до глубокого баса Профунда. Артисты пели более чем на 10 языках. Два часа на сцене звучали лучшие образцы мирового и культурного наследия. У нас отличное настроение в преддверии 8 марта. Здесь глава региона посетил нас своим вниманием. И не только нас, женщин республики Чувашия. Потому что самое дорогое в жизни настоящего мужчины – это женщина. И когда мы по-настоящему любим свою женщину, мы готовы на нее даже молиться. Почти 40 лет на сцене чувашского тюза неизменно появляется Светлана Савельева, народная артистка Чувашии. Одна из первых главных ролей актрисы – сельская девушка Лизук в комедии «Чебоксарская невеста». В свой юбилейный вечер артистка предстала перед зрителями в той же роли, только 20 лет спустя. Муж ловелась, сын моряк. И теперь вокруг молодых разворачиваются основные любовные страсти. Вместе со своей героиней Лизук повзрослела и помудрела актриса Светлана Савельева. В классике я играла у Федора Павлова Ялда Елюк, в «Веспреданнице» играла Лариса Дмитриевна, на «Хлебнике» я играла Ольгу Петровну Елецкую, в «Украденном счастье» Ивана Франкоя играла Анну. Вот эти роли дороги были. Я, наверное, зрителям запомнилась, как Лизук. Вот сегодня как раз с этим спектаклем празднуем. Столько лет живет во мне эта Лизук, более 20 лет. Заложницей одной роли все же она не стала. Светлана Савельева перевоплощалась более 80 раз в героинь классической, современной, зарубежной, национальной драматургии. Разноплановые образы всегда наполнены внутренним содержанием, подкупают искренностью и обаянием, и, само собой, достоверностью. Молодые артисты ее очень сильно уважают, ценят. С нее есть что брать. Она у нас многогранная. Она у нас работает, играет и на комедиях, и делает роли в классических спектаклях, и в детских спектаклях. Сильная духом, немногословная и человечная старшая мать. Она предводительница древнего чувашского племени. Легенда «Серебряное войско» и драматический образ принес актрисе хрустальную статуэтку международного театрального фестиваля. Сегодня Светлана Савельева, народная артистка Чувашии, продолжает своей правдоподобной игрой вызывать у зрителей от радости и восторга до сопереживания и слез. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, от Нерка Рысаков, Республика. В субботу в поселке Кугесе около 300 государственных и муниципальных служащих Чувашии собрались на лыжную стафету нового сезона 17-й спартакиады. Как влияют морозы, солнца на кабинетных работников узнала наша съемочная группа. Администрация, главы республики, министерство и ведомство, руководство муниципалитетов – все выставили свои команды. В соревнованиях открылись ВИП «За бегом», в котором приняли участие руководители органов государственной власти Чувашской республики и местного самоуправления. Спартакиады – это действительно вдохновляет всех, объединяет. И мне кажется, те, кто сегодня по каким-то причинам не смогли сегодня прийти, потеряли многое. Нешуточная борьба развернулась между командами республиканских министерств и ведомств. В итоге первое место у Министерства физической культуры и спорта Чувашии, но и остальные не подкачали. Целыми днями сидим за компьютером, заполняем бумаги, работаем. А тут по выходным еще и здоровая жизнь занимаемся. То есть сочетание как физической активности, так и умственной. Очень сильно, очень сильно. Всем советую заниматься спортом. Очень полезно. Мы за здоровую Чувашию. В эстафете среди команд территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по Чувашской республике первыми финишную черту пересекла команда Министерства внутренних дел. Победителем среди органов местного самоуправления республики стала команда администрации и Бресинского района. Минспорта отмечают, если раньше подобные мероприятия имели цель привлечь чиновников к здоровому образу жизни, то теперь носят соревновательный характер и реально выявляют сильнейших. Из года в год, конечно, все лучше и лучше. Мы видим уже подготовленных наших коллег во всех видах спорта. Проводим спорта по 13 видам спорта и везде у нас действительно настоящая спортивная борьба. Галина Титарчук, Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. В Чубаксарах впервые прошел финал восьми женской суперлиги Ассоциации студенческого баскетбола России. За трофей боролись восемь команд. На одну из игр побывала наша съемочная группа. На паркете только девушки. ЧГУ «Атланта» и ИГХТУ из Иванова. Страсти кипят с первых минут игры. Зрелищные перехваты, смелые передачи и точные броски держат зрителей в постоянном напряжении. В первой четверти агрессивная атака и не менее жесткая защита гостей просто не позволила «Атланте» чувствовать себя как дома. Хотя опасных моментов возле кольца соперников наши спортсменки создали немало. К первому перерыву ивановские девушки обеспечили себе отрыв в пять очков. Ну мы ждали немножко не такую игру. Думали чуть-чуть полегче начнем, но пока сказывается волнение. Мы настроены только победить. Ну не получается пока что-то, но мы сейчас соберемся и покажем свою игру. Баскетбол лучше играть с мячом, как говорится. Не знаю, просто это красиво, это мое. В перерыве игры тренер указывает на ошибки и делает корректировки в тактике. С командой мы с этой играли два предыдущих раза. Команда опытная, уже были чемпионами АСБ когда-то. Сейчас за счет атмосферы, которая создалась на трибунах, девчонки немножко мандражируют. Поэтому такая неуверенная игра в первых двух четвертях. Но я думаю, сейчас мы раскачаемся и все будет нормально. После большого перерыва ивановцы не остановились и только наращивали преимущество. Но за три минуты до конца игры ЧГУ Атланте удалось сравнять счет. Удачу принесли трехочковые броски. Но чтобы опередить соперников, нужно было чудо, которое не случилось. В упорном противостоянии победу одержала команда ИГХТУ со счетом 46-51. Мы не сдались. Первые игры у нас сложились неудачно. Мы проигрывали 20 очков, что первую, что и вторую. Поэтому сегодня сразиться на равных было уже отлично для нас. А выиграть – это вдвойне для нас плюс. Победа в этом матче принесла команде из Иваново и победу во всей Суперлиге. Второе место завоевали баскетболистки из Краснодара. Третье – у Уфы. Наши заняли шестое место. Рифат Фаткулин. Отнер Корсаков. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова